Привет, друзья! Наверное, не найти сегодня на планете человека, перед которым не стоял бы вопрос, прививаться в нынешних условиях пандемии или нет. И 250 лет назад этот вопрос стоял также остро. Тогда речь шла о черной оспе, которая из 10 заболевших забирала на погост четверых. Эпидемии оспы регулярно буйствовали в Европе и России, начиная с 6 века. Они выкашивали целые города. Большинство людей имело на лице и теле отметины перенесенного заболевания. Болели все сословия, включая королевские дома и царские фамилии. В 1730 году от оспы умер наследник дома Романова, 14-летний Петр. Екатерина II очень боялась черной оспы и решила сделать себе и сыну Павлу прививки от болезни. Екатерина прекрасно знала, на что она шла. В той ситуации у нее было только три варианта исхода. Заразиться и умереть от оспы. Заболеть, но выжить, но остаться с безобразными рубцами на лице. И переболеть в легкой форме каждый вариант мог случиться. Зная все это, Екатерина все равно на риск решилась и тайно пригласила в Петербург двух англичан. Осенним вечером 1768 года в покое императрицы привели доктора Томаса Димсдала с сыном. Они приехали из столичного оспенного дома, где выбрали для забора материала сироту Сашу Маркова. Императрица тем временем отдавала приказ держать круглосуточно в боевой готовности экипаж у дома англичан, чтобы те могли бежать за границу в случае ее смерти. Как таковой, вакцины в то время не было. Предпринимались только первые попытки, и они были дикими. Так доктор сделал надрез на руке Екатерины и через открывшуюся ранку провел нитку с гноем больного Саши. По расчетам Димсдала, через неделю императрица должна была переболеть легкой формой оспы без осложнений. На следующее утро она принимала посетителей, обедала с приближенными, а вечером веселилась на балу. Несмотря на тайну прививки, все о ней знали и были бы рады бежать куда подальше от такого веселья, но не смели. А ведь знали, что от оспы умерли английская королева Мария II. Император Священной Римской империи Иосиф I. Испанский король Луис I. Через шесть дней появились первые симптомы заболевания. Императрица закрылась в своих покоях, а поправившись, явилась перед дочей фрейлин и кавалеров без единого рубца на лице. И сразу 140 вельмож выстроились в очередь за оспенной материей от самой императрицы. Следом сделали прививку цесаревичу Павлу. Англичанам удирать не пришлось. Напротив, доктор получил титул барона и 500 фунтов в год пожизненно. Саша Марков тоже поправился. Был жалован дворянским званием с присвоением новой фамилии – оспенной. Через несколько лет после успешного оспопрививания в России король Франции Людовик XV, одобривший запрет парламента страны на прививку, умер от оспы, заразившись от любовницы. Екатерина была в шоке от такой глупости. Существует мнение, что императрица первая в России решилась на прививку от оспы. Но это мнение спорно. Есть данные, что именно таким методом защищались от болезни в отдельных губерниях намного раньше. Однако среди дворянства эта практика распространения не имела. А сам метод был придуман в Китае и Индии. Таким образом, Екатерина II действительно подала важный пример населению страны. Методично же вакцинацией занялись после 1801 года, после указа Александра I о повсеместном прививании коробьей оспы. Много вакцинировали военных. Армия от оспы была прекрасно защищена. Прошло почти два века, и только в 1980 году Всемирная организация здравоохранения официально объявила, что черная оспа полностью побеждена. Вот такая история. А мне остается только сказать. Браво, Екатерина! КОНЕЦ 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 Продолжение следует...